Огромный резонанс вызвало дорожно-транспортное происшествие в Ханты-Мансийском автономном округе. Напомним, в результате аварии погибли 10 детей и двое взрослых. По предварительным данным, нарушения были допущены водителями транспортных средств. Наш корреспондент Виталий Абрамов решил узнать, как обстоят дела с перевозкой детей в Якутии. По статистике ГИБДД, в республике имеется около 150 автоусов, которые соответствуют правилам перевозки детей. По правилам, все они должны быть не старше 10 лет, оснащены тахографом, а также навигационной системой. Каждые полгода проходить проверку контролирующими органами. Можно продемонстрировать, как работает кнопка вызова водителя об уведомлении. Значит, вот мы ее нажимаем, идет звуковой сигнал на панель управления транспортным средством. Также вот проверяем наличие инерционного двигателя у ремня безопасности. Здесь можно обратить внимание на еще один огнетушитель, который в обязательном порядке находится в салоне. Не менее пристальный контроль и у водителей. Помимо стандартных предрейсовых инструктажей и метасмотров, шофер, перевозящий детей, должен иметь безукоризненную историю административных и иных правонарушений в области ПДД. Я занимаюсь перевозками детей уже более 15 лет. И это очень ответственная работа и подхожу к ней со всей серьезностью. Благо, за мою практику никаких эксцессов не было. Но все это федеральные требования и их соблюдение, конечно же, обязательно. Однако перевозчики сетуют на наши региональные условия, которые не учитываются. К примеру, водитель может сидеть за рулем только в 8 часов, учитывая перерывы и прием пищи. А дальше уже обязательная остановка, заселение детей в гостиницу и техосмотр уже утром. В ночное время автобус не имеет права двигаться. Скажем, есть Снюрбы, Сивилюйска. Да, у них автобусы находятся в пришколах. Водители там по штатным единицам. Вот, чтобы они сюда приехали, например, им нужно вот тоже самые меры осторожности, ответственности, все это соблюсти. А в наших условиях, это вот по дороге с Снюрбы до Якутска, вот эти соблюсти, она практически нереальна. Да, нереальна. Нет, по пути нигде невозможно остановиться, чтобы машина постояла. Вот таких вот не учитывается. Это не считая еще дальние улусы, например. Сопровождение ГИБДД начинается от двух и более автобусов. Но в связи с последними событиями возможно исключение. Просто нужно своевременно проинформировать ГИБДД. В наших именно климатических условиях, сложных, в данное время, в преддверии новогодних праздников, подготовлено распоряжение по начальникам территориальных отделов на районном уровне о том, чтобы в обязательном порядке согласовывать сопровождение автобусов и осуществлять их патрульными автомобилями ГАИ от границы до границы муниципального района. Подачу заявки на сопровождение обеспечивают ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения в организации. Виталий Абрамов, Владимир Попов, НБК Саха, Якутск.